Все-таки, как удобно, когда в видеокамере встроен Wi-Fi. Не надо дополнительных никаких пультов. Установим приложение с Google Маркета. Что-то Image App для видеокамер Panasonic. И все, и все, что хочешь, управляй. Вот тебе запись. Вот тебе пауза. И опять воспроизведение. Можно сделать зум. Наезжаем. Отъезжаем. Как все удобно. Можно даже перейти на фото. Прошло всего лишь 3 недели с моего заказа на aliexpress.com за 13 долларов 80 центов такого кашемированного свитерка, который я заказал себе на весну-осень. Красного цвета и размер 2XL. Именно подбирал под свои 50 сантиметров по плечам. Ну а сегодня распаковка. И мы оценим, что же нам сегодня пришло. Здесь указано 5 долларов. Продавец оценил данную посылочку. Как говорят англичане, здесь написано quad пальто. И вес 312 грамм. Трек-номер был. Трек-номер отслеживался. Все замечательно. Вот такой небольшой пакетик. 30 на 20 сантиметров. Из Китая в Беларусь за 3 недели. Ну в принципе такая средняя поставка по скорости. О, зиповская молния. Вот такой вот пакетик. Светерок представлен магазином Goodroni. Ссылка на который указана на вложенной визитке. И здесь на обратной стороне имеется QR-код для перехода на сайт магазина. Эту ссылку я размещу в описании под видеороликом. Вот такой пакетик. Зиповская молния. Или как она называется. Расцветку приобретал, ну как бы, как называлось, красного цвета. Свитер мягенький. Запах немножечко есть. Синтетики. Но не противный запах. Запах новой вещи. Так, бирочка. Не знаю, что это написано за слово такое. Так, правила ухода. О составе здесь что-то я ничего не вижу. Так, может здесь где-нибудь пришито. Ну заявлено Кашемир. Так, какие-то, какой-то мусор налип. Очень много мусора. Ткань имеет вот такой, как, не знаю, рисунок. Такой рубчик. На мой рост 178 сантиметров, вес 83 килограмма. По плечам я ношу 50-й отечественный размер. Я заказал свитер размера 2ХЛ. Ну, однозначно то, что кофта соответствует по расцветке иллюстрации на сайте. На мой взгляд, этот свитер подойдет и тем, кто носит 48-й отечественный размер. Обратите внимание, в плечах ширина 43 сантиметра. И они заужены по отношению к груди, ширина которой 57 сантиметров. Таким образом, рука своей верхней частью лежит немного на плече. В реальности свитер пошит из очень тонкой, прозрачной на свет синтетической ткани под кашемир. Интересная асимметричная расцветка. Внешне выглядит привлекательно. Но я его оцениваю не выше той цены в 13 долларов 80 центов, по которой приобрел я его на алиэкспресс.ком. Свитер пошит аккуратно. Вот так вот выглядит он и с изнанки. Ткань не колется и совсем немного растягивается. В идеале размер нужно выбирать таким образом, чтобы свитер сидел на теле свободно спадающим с плеч на бедра, а не обтягивать. Длина рукава 60 сантиметров. На мой рост длина рукава нормальная. На рукавах имеются манжеты шириной 5 сантиметров. Горловина круглая и диаметр размер около 12 сантиметров. И она, как и манжеты, совсем немного растягивается. Как я сказал, манжеты немножко растягиваются и в принципе можно рукава поднять, так засучить немного. Внизу свитера, то есть на поясе, резинки вообще нету и он еще менее растягивается. Его ширина 51 сантиметр. Высота свитера 71 сантиметр. Нарост 178 сантиметров. Он упускается ниже пояса до бедер. При движении руками вверх свитер свободно поднимается до талии. Рекомендую эту кофту для покупки. Ссылочка будет в описании к этому видео. Там же будет ссылочка и на магазин, в котором я приобрел эту кофту. Кто еще не вступил в группы и сообщества в социальных сетях, вступайте. Там вы найдете какую-то информацию дополнительную, которая не вошла в этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, с вас лайки. Всем удачи и пока, до встречи.